Вот как он закругляет, так же ты будешь закруглять. Резьба по дереву – одно из направлений техникума. Сегодня на курсе 18 человек. В основном юноши. Казалось бы, профессия не популярная, но ребята видят плюсы. Это удовольствие получая, и нужно зарабатывать. Деревянные панно, брельефы, элементы мебели, декоры и сувениры. Но все это в основном дипломные работы студентов. Чтобы получать коммерческие заказы, нужна технологическая перезагрузка. Нам надо, наверное, учиться, во-первых, самим преподавателям учиться, учеников учить, оборудование, соответственно, другое совсем должно быть. Красиво, как другое. Оценил работы студентов и президент республики. Главная цель техникума – не только обучить высококвалифицированных специалистов среднего звена, но и изучение, сохранение и развитие народных промыслов ремесел. В этом помогают современные технологии. Помогают в учебе и современной технологии так. Рисунок загружается в компьютер, затем его вышивает машина. Если для создания такого рисунка человеку нужно было бы полтора дня, машине – полтора часа. Сегодня в техникуме 127 студентов, половина – иногородние. Учат гончарному искусству, шитью, работе с кожаными изделиями. Тут же ювелирная мастерская и в буквальном смысле золотые руки учебного заведения. Фанур Валиулин – победитель регионального этапа чемпионата рабочих профессий. Учался, потому что принял желание стать чемпионом, стать лучше, повысить свои навыки. Президент поручил расширить линейку изделий, сделать ее более модной и продаваемой. В свою очередь он пообещал помочь с общежитием и рассмотреть вопросы о включении в состав учебного заведения ресурсного центра. Это позволит зарабатывать и сдавать оборудование в аренду. А в техникуме в свою очередь сообщили, что в планах открыть парк народных промыслов. Хорошо, если бы они с первым ползованием и летом вы бы там обрезали образы и мастер-классы. Пока же туристы в основном покупают китайские сувениры, но мы вполне способны конкурировать. Кстати, к чемпионату мира по футболу в техникуме уже начали готовить продукцию в лучших трендах татарских традиций. Альбина Слагараева, Рина Цаффин, ТНВ, Казань.